Значит, у нас сегодня в гостях Булат Муратов, человек, который специализируется на теме, которую мы тоже подняли. Это попытка превратить историю в строгую науку. На сегодняшний день история отчасти существует как плод литературного вымысла и бреда силы ковбылы, но генетические данные позволяют из этого бреда силы ковбылы и литературного вымысла попытаться в высшее интернациональное научное зерно и постараться понять, что же и какие народы происходили друг от друга, и что с ними и творилось на просторах всей Земли и так далее. Вот как раз Булат является историком по образованию, но человек, который абсолютно направил собственное движение именно в ту сторону, в сторону попытки на основании генетики превратить историю в естественную научную дисциплину. Булат у нас из Уфы. Как ни странно, именно Уфа на сегодняшний день, и это я уже давно знаю, является вообще признанным лидером в исследовании генотипов народов бывшего Советского Союза. Не Москва, не Петербург, не что-либо, а именно Уфа. Не Казань. И там происходит большое количество всяких интересных научных данных. Более того, скажу, что Булат у нас счастливый человек, потому что ему повезло принять участие в формировании науки на самом начале, тогда когда новые данные, притом большого вселенского масштаба, просто сыплются как из рога изобилия. Я надеюсь, нам Булат сегодня расскажет отчасти об этих данных, которые в этом роге изобилия хранятся. Вот так, ну вот такие еще, что-то надо сказать. Просто я так понимаю, что отчасти... То есть вырезается, да, вот эти... Да нет, сразу же, уже началось все. А вот в связи с этим у меня первый вопрос, а как так получилось, что Уфа? Честно говоря, я даже об этом и не знал, что я точно знаю, что первые исследования по генотипированию русских, по крайней мере, они начались в Институте общей генетики в Москве. Да, Белановский. А? Янковский, да? Белановский. Белановский. Ну, Янковский, он не полтора директором, по-моему, уже. Но неважно, в том месте это началось в конце девяностох годов. Ну, первая причина у нас хороших специалистов есть. Во-первых, Уфаевский институт генетики, который возглавляет Пелис Канилова-Кусну Диновна, очень патриотичный, честный ученый. Потом, вторая причина после исследования, в основном, Башкирии и Башкирии жил, соответственно. Основная группа у них оказалась Р1Б, которая является основной группой западных европейцев. Вот сразу, то есть европейцы как бы ищут свое происхождение, корни. Сразу вопрос. Вот я могу карту просто показать из книги, из диссертации докторской Олега Балановского. Не, ну, собственно, вопрос прямой сводится к тому, откуда деньги. Откуда деньги? Да, вот. Элементарно. Самое изначальное. Западное вооружение. Очень много, большой интерес у нас в Башкирии, в ДНК генеалогии. То есть это новая научная дисциплина. Это у всех интересно. Да, но там просто выражается в том, что люди сами создают фонды, организуют экспедиции, то есть помогают даже сами государственным каким-то бюджетным организациям. То есть, вот, допустим, я представляю проект СУЮН, то есть историко-экономический проект. Мы уже делали экспедиции в Таджикистан, в Узбекистан, в Астрахань. А сейчас в Турции у нас будет экспедиция на память. То есть мы постоянно какие-то экспедиции. Причем делаем мы сами. Само финансирование у нас есть. Изучаем разные народы. То есть не только башкир. Как бы просто, чтобы проследить происхождение. Ну, то есть это больше как бы хобби переросло в такое, знаете, хорошее такое увлечение. У нас ребята молодые публикуют по этим работам свои исследования. Геологи, истории и так далее. Поэтому, наверное, просто более повышенный интерес у нас, я не знаю, как это так получилось на Урале. То есть у нас вот, допустим, русский народ, да, взять. Их в целом протестировали только две тысячи, да, человек. А башкир протестировали две с половиной тысячи. Нас всего-то в мире, там, миллион где-то, полтора. То есть нас больше протестировали, чем самих русских, потому что мы сами этим интересуемся. То есть вот я уверен, здесь никто, кроме меня, не тестировался. То есть как бы все разговоры ведут, ведут, а как речь реально доходит. А у нас это просто очень популярно. Я хотел в свое время сделать свой собственный геном, когда у меня это все было под рукой, но посчитал это нехорошо. Нет, ничего страшного. А, эти тысячи, что это? Нет, сейчас, слава богу, есть компании, которые сейчас очень... Конкуренция выросла, цены упали. То есть есть хорошие компании, они могут сделать их за две тысячи рублей. Ну, такой первичный тест, там определяют вашу, скажем так, принадлежность гиплогруппе. Определяют пол, определят ваш пол. Нет, нет, определяют 12 маркеров, там так называемых, минимальный набор. То есть это как бы, даже получив эти данные, я сколько знаю, люди получают эти данные. Сразу интерес еще дальше изучить. Вот я сам начал с этого, то есть я как бы историей профессионально занимался, но я не начинал с 12 маркеров, так называемых, я начал сразу с 37 маркеров. И когда у меня пришли данные, что у меня там совпаденции идут, ну совпаденции это люди, которые тебе максимально приближены. То есть это не обязательно родственники могут быть, но у них геном совпадает с твоим. То есть вот у меня, допустим, я еще только тогда входил в тему, первое, что меня удивило, то есть у меня очень, ну такой, позднее узнал, что это называется гомоплазия, то есть у нас просто одинаково мутации шли. У меня первые совпаденцы были новейцы, немцы и так далее. Казалось бы, что такое? Ну как такое возможно там, Урал, до сюда. У них тоже гоплогруппа Р1А, просто я сейчас как бы про гоплогруппу не рассказываю. То есть маленький экскурс сделаю. В основном занимаюсь я полиформизмом и григрехромосомы. И биологи на сегодняшний день выделяют около 20 основных родов, от которых произошло современное, скажем так, мужское население планеты. Потому что григрехромосомы связаны с мужчинами. И соответственно... Как в этом в основном? Исключительно с мужчинами? Ну просто я немножко могу так вот неправильно говорить, извиняюсь сразу, если что. В общем, и... У меня допустим вот род Р1А, да? Р1А это как бы вот, когда только начинались эти исследования, многие люди неправильно как бы ассоциировали. Р1А значит славяне. Ну все, вот славяне. Ну на самом деле, Р1А это не только славяне. Естественно. Вообще это связано с... Скажем, гоплогруппу, вернее, правильно называть. Больше связано с прото-ингоевропейскими племенами. То есть к этой гоплогруппе относится большинство славян. Почему ее в самом частности называют славянской? То есть вот, если вы возьмете русских, украинцев, поляков, славянские народы, у них вот это основная гоплогруппа. То есть это как бы... И это гоплогруппа высших каст Индии, там, Шатри, Брахманы, сегодня, если хотите, поговорим на тему. И... Да, потому я могу сразу... И... Территория распространения связана с распространением недоевропейских народов. То есть от Исландии до Индии. Ну, настоящих арийцев, короче. Ну, арий, в случае говорить. Арийцы и такое делаем. И вот важно еще отметить, где практически 100% у каких народов эта гоплогруппа. 100%... Это очень такие закрытые популяции. Там, на Балинию, там, Булатай. Валтайцев, вся популяция тысячи человек. 50%. И там 100%. Ну, это потому, что их мало просто. Да, конечно. То есть это не говорит о том, что вот как бы... То есть вот когда иногда сравнивают, допустим, Хатоны есть народ в Монголии, да? Хатоны. У них высокий процент R1A. Ну, и что? Их всего 10 тысяч внеет. Понимаете? То есть 100 миллионов русских и 10 тысяч. То есть сравнить как бы надо соотношение. Соотношение. И вот просто, когда я сам сдал ДНК-тест, то есть я когда начинал входить в эту тему, первое, что меня удивило, очень много совпадения со странами Скандинавии, позднее я уже просто узнал, что это просто одинаковая мутация, скажем так, генов. А раллия, да? Да. А оказалось потом, когда я себе так называемые снипы стал делать, снипы это просто, если вот простым языком говорить, это нахождение своего предка. Вот, к сожалению, у вас нет ни ручки, ничего. Я показал просто. Нет, у нас здесь его можно поставить тоже. Давайте я просто покажу, чтобы вот самый такой простой способ. На самом простом языке. На этом на стульчик, да? Так он только то не встанет. Вкратце так, чтобы объяснить, что такое снипы и теплогруппы и так далее. Ну, просто такой короткий экскурс. Как бы есть так называемый Y-хромосомный Адам, от которого произошли все мужчины... Вот этот сейчас. Y-хромосомный Адам, от которого произошли все мужчины на земле. Все мужчины на земле. Все мужчины на земле. Да? Соответственно, вот. Значит, у него, соответственно, потомки идут. Какие-то линии выживают, какие-то остаются там по разным причинам. Допустим, выживает один потомок, да, там определенный. Со временем их двое, трое становятся. Вот, определяются определенные рода. И таких родов ученые насчитали около 20. То есть, от A Y-хромосомный Адам до S, да? И вот, скажем так, где-то уже ближе к 20 тысячам лет тому назад возникает род, так называемый, R1A, от которого происходит большинство славян. Ну, как сказать, неправильно выражаясь, который присутствует у большинства славян, в том числе у русских. Род отличается от вида? род это понятие такое, ДНК генеалогическое. То есть, здесь как бы идет контакт двух наук, биология, истории. И вот это понятие род ввели уже как раз больше историки. То есть, родовая принадлежность. Вот для чего этим занимается? Здесь не национальная принадлежность, здесь нельзя найти татарские гены, русские гены. Тут нет, тут можно найти родовую принадлежность. То есть, к примеру, вот я как бы башкир по нации, у нас основная группа R1B. Это не определяет, что мы, это не национальный ген. Ну, допустим, я тоже башкир, у меня ген R1A. То есть, мне по роду близки индарии, славяне. То есть, если у нас с ними общий предок жил гораздо ближе. Вот, это родовая принадлежность. То есть, она не зависит от нации. Я не про это спрашиваю, вообще нация не звучала в моем вопросе. Я спрашиваю, почему, как определили, что их 20, а не 200, 2000. Ведь разнообразие это огромное. Во-первых. Как вот сводят нечто многообразное, различающееся внутри себя, вот мы, допустим, все, или вот эти три человека к одному? Критерий. Во-первых, где? Первая причина, первая причина. Букв в латинском алфавите мало. Невозможно набить по всем видам мутации буквы. Они просто ограничены. Поэтому есть некий произвол в этом. это не произвол. Зачем? Это все хорошо продумано. Вот есть R1A, если дальше какая-то мутация возникает, R1A1, R1A2, то есть уже два отдельных рода получается. И так далее. То есть, если надо, то есть, еще какой-то, нашли какую-то еще одну линию, то не пишут они. Анна, какую-нибудь зеленую возьмем. То это будет уже R2, и так далее. То есть, по ним легко определять. То есть, R1, R1A, и R1B. Ну, ясно, что у них предок кто был? R1, правильно? То есть, вот эти буквы различают. Так это ясно из условностей. Да, да, да. Ну, вот просто он спрашивает, почему их свели к 20 группам? Ну, вот поэтому и свели. То есть, крупные, все человечество поделили так условно на 20 групп, которые в итоге сходятся. Хорошо, так вот, если есть R, значит, есть IP, значит, есть TO, есть A. Они все обнаружены? Да, естественно. Им характерно определенный терминальный СНИП. Терминальный СНИП это имя предка. Вот, допустим, Адам, Адам, он не просто Адам, у него есть свой определенный СНИП. Вот, если я сейчас у вас возьму геном, он у вас тоже есть. И вот, допустим, когда уже ученые обнаружили 20 групп, раз нашли в Африке одно племя, у них вообще этого гена нет. А что делать? Уже буквы ввели А, Б, Д. Им придумали А0. Потом раз еще одно племя нашли, у них тоже и этого гена нет. А0, 0 и так далее. То есть, правильно ли я понимаю, что вот эта цепочка генома, в нее как бы дозаписывается дополнительно? То есть, она что, ген становится длиннее? Нет. Дозаписываются новые... Он становится другим. Он просто... Вот отец у нее два сына. Вот я такой пример самый простой. Вот как определяет вообще, кому в родственникам приходится? Допустим, приходится ли вы там вне 10-юродным братом или нет? Как это определяет? Вот самый простой пример. Вот цифровой. Вот отец, допустим, 12. Условно говоря, у него два сына. Пускай будет 121, 127. Здесь еще два сына. Потомки всегда будут повторять набор генов своего отца. 127, 6 пускай. 127, 9. Вот берут ген, берут ген, вот у этого человека. Ну, понимаете, это дерево бесконечно становится. Значит, они, ученые видят, ага, вот эти первые 12 цифр, а значит, он происходит от этого. И этот по отношению к нему является его отцом. И так выстраивается все дерево. еще раз, если у нас есть фиксирование длины генов, часть генома мутировала в нескольких этапах или за один этап, неважно, вот эта часть, которая стала семеркой, здесь тоже какой-то была. Как это, не прошу, добавился? Я же вам показываю, что чисто сейчас... Хорошо, по-другому, два племени существуют в Африке, вот, у них геномы различаются. Каким образом мы говорим, что одно является родственниками... Вот, показываю. Как они определяют, что вот этот человек... Вы показываете на уровне символизма, что значит один, три, четыре, шесть. Что значит это шесть? Это участок генома, который добавился к геному, или это мутирующий... Если этому поколению свойственна его собственная мутация, которая закрепилась только за ним. Хорошо, почему вы считаете, что эта мутация в эту сторону, а не в обратную? Я считаю, есть определенная биологическая работа, у вас берут геномы, у вас определенная... Я сейчас живу, со мной все просто. Если мы берем, допустим, два племени, и видим, что у них какой-то участок генома различается, мы говорим, вот этот геном мутировал в этот. Почему не наоборот? Он не может мутировать в этот. Он не может мутировать. У каждого своя индивидуальная мутация. Так вот, почему мутация в одну сторону, а не в другую? Что значит в одну сторону? В каждом новом поколении... Что такое мутация? Что такое мутация? Мутация, это часть генома изменилась на другую часть. То есть, как бы изменилась структура генома, правильно? Она не меняется в основе. Не в основе, не в основе, а вот в какой-то маленькой части, правильно? Ну, там другие аминокислоты возникли. Да, да. Я спрашиваю, как... Но она закрепится за всеми вашими потомками. Вот как... Нет, мы сейчас... Мы сейчас говорим как бы про научные исследования. Я пришел, нашел косточки одного человека и второго человека. Хронологически, по всем там данным, допустим, изотопному методу, они принадлежат одной и той же эпохе. Я не могу различить, кто из них отец, кто из них сын. Я вижу, что какой-то участок генома у них различается. Но, как я скажу, что вот этот мутировал в этого, а не наоборот? Во-первых, друг друга не мутируют. У вас все время одна и та же ошибка. Вы все время говорите этот в этого. Такого нету просто. Как я скажу, что к этому геному добавилась мутация, а не к этому геному добавилась мутация. просто вот все вот эти разговоры просто отсечиваются, просто внимательно схему послушать это и сами все поймете. Вот смотрите, берут тест вот у этого человека. Вот еще раз, косточки одного и второго лежат. Мы раскопали могилку. Геномы различаются. Тестируем. Можем же мы тестировать эти косточки? Дело в том, что никогда не берут одни косточки и другие косточки. Мы же это уже проходили. Если есть одно и иное, они неразличимы. Много косточек разных индивидов. Изучается много генов разных. Вот не только R1. Да все R1 изучаются. Это просто примеры я привожу. А все гены изучаются. Ну, не все естественно, а набор генов. Не только полиформизм, Y-хомосомы, митохондриальные ДНКЗ, да все что, а вот осомы изучают. Вывод о предках делается не по изучению одного гена, а по изучению набора гена. Правильно. Одно другого дополняет. Просто можно я закончу тем, просто я как бы вот понял. Немножко сфотологически, да. Нет, я просто эту тему закончу, как бы, но если вы понимаете, просто, может лучше как бы я смогу. Вот смотрите, как они понимают, что этот не потомок этого. Это понятно мне. Вот это мне не надо объяснять. Как они понимают, что этот потомок этого, а не наоборот. Вот это мне объясните. Потому что у него нет. Чего у него нет? У него что, короче хромосома? У него нет мутации, вы говорите. Ну, вы же не даете сказать. Вот смотрите, 121, да, к примеру, говорит. У его потомка, вот это все время будет первично сохраниться, код. Это я сейчас просто символически объясняю. Вот допустим, у него будет сын, у него все вот эти цифры повторятся как бы, но он приобретет свое. Приобретет. У вас терминология, которая как бы подразумевает прибавление. Понимаете, вы говорите, приобретет. Избавьтесь от нее, тогда будет порядок. Нет, нет, нет. Я не могу избавиться от того, что это принято, обсуждают люди. Он приобретет мутацию. Что это значит? Мутация не такое страшное слово, как в Чернобыле. Знаете, я физик-теоретик, не надо меня так пугать. Я не боюсь этого. Но вы мне объясните, что с точки зрения физики происходит? Там меняется набор аминокислот. Правильно я понимаю? Так вот, почему вот эти новые аминокислоты это прибавление? Почему прибавление? Вы как бы исходите из того, что есть нормальный геном. Вот практически что происходит. Я не могу слушать, что они послывают белки. Да, конечно. Но речь идет о мутации. Вы пытаетесь... Мутация это просто изменение. Любое изменение это мутация. Да. Не важно, там удлинилось хромосома. Но понимаете, мы бы могли сказать, что вот здесь присутствует определенная мутация, если бы мы знали оригинал. Смотрите. Не исследовать два набора косточек. Вот если есть у тебя два набора косточек, никаких выводов нельзя сделать. Ну... Вот смотрите, как определили... Исследуются на самом деле множество наборов косточек, множество могил исследуются сразу. Они берутся одна могила и другая могила. И потом... И то же самое, много людей современных исследуются. Если как-то исследуется народа, а когда можно у одного человека весь его выписать, взять у геном другого конкретного человека и сравнивать. Но сравнивается как раз позже. Мы берем конкретного человека, допустим меня делаю мне секенс да и сравниваем мой набор уже наборами как на основе того что мы выписали можно определить что один есть разный потому что эти цифры тоже как последствия короче как определяет отцовство вопрос на самом деле вот что происходит что именно изменяясь изменяется что добавляется будет меняться опять курсу биологии все возвращаемся вообще человек состоять не только с игре хромосомы x хромосом есть еще аутосомы есть митохондриальная днк так вот вы будете отличие как определять чтобы сын своего отца по аутосомы у вас они будут 99 и 9 там процент полностью совпадать про игре хромосомы там вообще нечего говорить это меняется каждое поколение там одно и то же будет практически ничего не изменится не то мутация которая передается отца как правило это более такие долги более да именно что передается то есть как правило одессе короче же самые хромосомы и он только сыну передаю потому что если у него рождается дочь если у него рождается дочь там все на самом деле мутации происходит со времени на большом проблеме надо короче вот сейчас по основу как они можно по большому счету ответ на твой вопрос нет нельзя определить вот смотрите мужчина и женщина да встречает вот и выкопал две могилы ты не можешь определить кто отец а кто сын вот у них рождается двое детей вот мужчина и женщина рождается от отца идет y от матери x а если девочка рождается то x от отца идет x от матери вот и все по женщинам это определить просто когда дерево нарисовали вы показали что есть какой-то и направлении движения мутации естественно есть просто интереснее вот я особенно когда мне интересно пока вы сказали что вот обнаружено какое-то дополнительное племя и вынуждены были были ввести а 0 до понимаете получается что мы как бы составили эту полную картину том раз возникают товарищи которые не являются не встраиваются вот я сейчас разнюю то есть есть во первых как вы сами понимаете разные точки зрения нет нужно науки это редко смотрите в науке тоже есть разные точки зрения том числе и в точных наук вот допустим адам да его нашли все 99 как выяснилось сегодня 99 процентов людей от него происходит подождите 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 я просто но есть такое понятие биологический y хромосомный адам это не я его вел его вели биологи есть митохондриальная евы это все видео все раньше считали что все люди от него произошли вели вели алфавит все вели алфавит латинский алфавит или все 2 обнаружили 20 определили вернее 20 основных групп до их можно дальше разбили классификацию так далее тут раз находят в африке еще одно племя у него нет этого гена он еще древнее раньше считали вот буквально лет пять назад генетики что человечество ну люди все вот это та самая дам вот этот самый игре хромосом жил 60 тысяч лет назад это буквально ну лет пять назад сейчас нашли это племя у них этого гена нету сейчас утреннего этого того гена какой-то мутации там я вот это вот как сказать я тоже неправильно выражать снипа извиняюсь потому что по-разному с разными этими общаясь лучше говорить про мутации когда вы говорите гену надо мутацию лучше с ним сразу научно правильно с ним то есть с ним это вот сейчас про научно определить там это закрепившаяся определенная мутация которая потом отражена во всех его потомках то есть вот у него возникла мутация у этого положительная мутация у этого положительный то что слово мутации многие понимает как ну там радиация и прочим чтобы не ну ладно просто я сразу то есть и все по всем и вот я уверен что вы мне сейчас все здесь кто сидим у вас у всех этот ген есть мы все потомки вот это вот это самым игре кроме самого дома который 60 тысяч лет назад да ну я называть снипл сингл мы было лучше чтобы не подать иначе подумают что у нас накапливаются гены какие-то это случается и все мы несем эту метку метку несём все одно племя находит у них этой метки нету то есть они не его потомки ну ну значит они когда получается сейчас удревнили возраст адама поспали ему и он остается и он остается вот этот покрашен сможет теперь правильно абсолютно правильно вот правильный пример то есть метка есть она у всех у нас есть у меня взяли геном да проверили она действительно от этого человека я происхожу нашли в африке племя упал их нет этого что такое оказывается да ёлки-палки да мы ошиблись да не 60 тысяч лет назад он жила 160 тысяч лет назад взяли вели а 0 ничего видеть переда буквы нету ноль вели вот насекаться уже выработано потом раз находит еще одно племя у них этого снипу нет опять убью нели а ноль раньше считали что моешь стоп стоп я сразу пытаюсь вот и популярным знакомые научным раньше считали что его с ада нам никогда не встречались вот буквально пять лет назад почему потому что не во витак андреальной его желал по 200000 лет назад ну приблизительно там разные подсчеты это вот буквально пять лет назад адамжил 6000 лет назад они никогда не сейчас каким образом раньше люди считали что ева возникла раньше у него было соответственно там тоже какие-то мужчины как назвать самцы вот в итоге когда возник адам значит современное человечество произошло как бы от одного мужчины и нескольких женщин то есть вот так как считался сейчас видите возраст одному древняется действительно как бы вполне возможно что адам и его действительно а каковая достоверность вот этих данных попытка по мутации по возрастам по возрастам вот самый я считаю лучший вопрос потому что все они тоже задавали насколько это достоверно возраста сейчас пока на данный момент можно отслеживать только то что зафиксировано в письменных источник вот мой пример я сдал днк тут выясняется ну там люди там же база данных есть раз у меня родственники всплывают так называем степень родства выстраиваться то есть самый близкий мне оказался но в то время сейчас уже больше стало родственников он жил 600 лет назад по сравнению сам ну то есть у нас общий предок жил 600 лет назад мы рассчитали есть определенные формулы вот по этим форму выходил 600 лет назад мы встретились с этим человеком пошли в архивы нашли архивы проверили и так далее и так далее действительно на этот возраст попал но стоп 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 а сейчас я объясню ну не торопитесь то есть естественно архивы там связано с преданиями вот эти да ну можно еще сомневаться ну мало ли чё предание могли выдумать потом я издает еще один человек днк тест у него общий предок со жил мы форму рассчитываем 350 лет назад да они уже зафиксированы то есть там если были допустим который 600 лет назад основаны на британик там жил какой-то ну скажем хан там батыр у него были под потомки дети и вот тогда здесь уже прям вот риски записи метрические записи все из этого я сделал вывод что по крайней мере на ближних поколениях этот расчет работает теперь что касается дальних расчет только что 7 игорь и спрашивает о механизме он сейчас а он еще только он сейчас только уточняется потому что на основе чего грубо говоря десятки раз возможно каждый сник имеет определенный возраст вопрос заключается на основе чего нет 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 определенные возраста скорость мутации есть определенность мутация понятия но это чисто теоретически понимаете да потому что скорость мутации она для разных мутаций может быть разным согласен есть долгом мутирующий и быстро мутирующий разное вы просто разные то есть отличающие на порядке не на порядок а на порядке абсолютно может быть даже прямо у сына у твоего отличаться то есть один маркер поменяться это быстро мутирующий маркер а есть десятками тысяч лет меняются разные они все не имеете ввиду разные там понимаете просто у каждого маркер еще разная скорость есть которые не силы что марки может поменяться тоже был красный а почему если бы это были марки различных генов они же просто ну они нет примите примитивные мало не все вот они все вот у нас геноме маркеры они все имеют разную скорость то есть какие-то меняется быстро это никак не то есть ученые как бы и сейчас находит отслеживает ага вот допустим они знают этот маркер может поменяться в течение одного поколения не по нему не считает формула разработан так что вот допустим из долго мутирующие маркеры тысячи лет меняется 500 лет одно поколение есть который не учитывается в расчет после я слышал что была формула оценки скорости мутации а когда благодаря всем нашим политическим веянием в зернести родственников николаев того смотреть выяснилось что чуть не 10 раз быстрее потому что читали по скорости животовской здесь разные скорости я сейчас просто с темы на тему перепрыгиваю вот я сам допустим я считаю по скоростям которые разработали плюс фаражанский потому что они совпадают с архивами понимаете у нас есть архивные документы я человек вообще не знаю сдает днк мы идем в архив у нас все совпадает начали использовать уже все эти биологи в работах посмотрел которая связана с тем что он искал афиновогорский рекомендует грамма гаврия юриковича ребят послали в основании слоя но у меня большое сомнение его оценки скорости мутации ну он один из исследователей естественно это понятно у него таким образом замечательно получилось что ты на юриковичи что это сошлось поесть временных лет с известным этим рекомендуем что это все вызывает нет я я человек практичны в этой области то есть не как бы есть как сказать правильно формулы шести разных исследователей из них я выявил что самое правильное из них это формула которая заботы к лесу фаражанс кто бы чего мне не говорил я могу и сотни раз проверять мы проверяли и на османа кстати мы османов тестировали у вас одна из передач была на сельджуках проверять на наших родах мы знаем просто удивительное совпадение я просто человек практичнее вижу эту формула работы есть шесть разных исследователей сами сейчас исследователи просто учитывая что много подтверждений приходит единственное только вопрос неизвестно допустим на 1000 лет она точно работает на что было дальше мы же не знаем там же могло скорости то есть вот этот момент уточняется постоянно а я знаете чем не постоянно нет но вот я по крайней мере вот нашел для себя до вот этих исследователей я с их формула работаю просто замечательный если родится какой-то гений может быть из вас по математике есть и разработать более точную формулу во множество премида но наверное это не только математика ведь скорость мутации она чего зависит от окружающей среды от той же там солнечной активности от количества популяции от количества популяции есть определенные биологические законы заложены уже только у нас заложены то есть практически во всех живых организмах это сейчас этой цифры в игре к игре кадама 200 тысяч лет она насколько велика 99 процент все таки есть уверенность потому что идут исследования по палео днк идут исследования не только по геному современных людей я значит предлагаю давайте тему перевернем более такой практичный русло мы сейчас как бы биологию разбираем что такое игре что такое можно историю родов рассмотреть можно закончить вот с этим стоит проветривание есть 15 минут а потом снова вернуться просто я смотрел вашу передачу по интернету и как раз вот там очень живо обсуждали там и в турции нашли финал горска вот мы просто это изучали сейчас можно тему перевести то от кого произошел кто кому родственник и вот это будет гораздо более а то мы сейчас биологический вопрос обсуждаем что такое кричит такой x проще открыть учебник биологии мне кажется у меня такое предложение просто интересно темой почему допустим у башкира родим б и у кельтов почему допустим славяна родина кому славяне родственники вот это более интересно